У нас в Беларуси в конце августа, в начале сентября начинает созревать виноград, но речь пойдет сегодня не о нем. Я вам сегодня покажу, что я решила приготовить из виноградных листьев. Для этого необходимо подготовить листья, которые будут в размер с ладонь. И имейте в виду, что чем темнее лист, тем он будет старее, поэтому выбираем самые светлые. В любом случае, так как виноградный лист в конце лета, в начале осени уже не такой мягкий, как весной, я его предварительно буду проваривать и покажу вам два способа, какие я делаю маринады. Листья перебираю и заливаю горячей водой. Выдерживаю в этой воде лист где-то около пяти минут. Воду сливаю. Дальше необходимо убрать все черенки. Я это делаю при помощи ножа. Обратите внимание, что при соприкосновении с горячей водой лист уже начал менять цвет. Дальше я беру 1 литр воды, добавляю 1 столовую ложку крупной соли. Сюда же добавлю на кончике 1 столовой ложки лимонной кислоты. И отправляю в данный раствор листья винограда. С момента закипания буду проваривать 3 минуты. Второй способ маринада. На 1 литр воды я беру 1 столовую ложку соли, немножко лимонной кислоты, сахар добавлю и пару ложек или 1 ложку столовую растительного масла, рафинированного. И опять же в данный маринад отправляю лист и тоже проварю 3 минуты. Достаю лист шумовкой и могу вам сказать, что первый вариант без растительного масла и без добавления сахара мне маринад даже больше понравился. Он придает листу действительно небольшую такую приятную кислинку. А вот в маринаде, где присутствует сахар, эта кислинка, она исчезает. И мне уже такой вкус листа не очень нравится. Здесь выбор за вами. Ну а дальше нам необходимо приготовить начинку для наших голубцов. Я беру 1 головку репчатого лука и нарезаю небольшими кусочками. Необходимо лук спассеровать на растительном масле на горячей сковороде вместе с морковью, которую предварительно натерла на крупную терку. Далее необходимо прожарить немного фарш, чтобы он вот такой вот был рассыпчатый. У меня в данном случае просто свинина. Но для такого блюда лучше брать, конечно, когда свинина в перемешку с бараниной или говядина, например, со свининой. Параллельно отвариваю рис. На 2 стакана воды я беру 1 стакан риса. Рис должен быть пропаренный. Обязательно после варки его промою под проточной водой, чтобы он был более рассыпчатым. И все это необходимо перемешать. Беру глубокую миску и перемешиваю фарш с пассированным луком и морковью. И добавляю сюда же рис. Обязательно добавляйте по вкусу приправу, которую любите. Я обычно добавляю хмели-сунели. Ну а дальше нам необходимо завернуть голубцы. Беру подготовленный виноградный лист. Разлаживаю его на столе гладкой стороной вниз, а прожилками вверх. И вот сюда на краешек выкладываю по 1 столовой ложке начинки. Сначала закрываю фарш верхним краем листа. А затем закрываю начинку боковыми сторонками листа. В это время у меня уже разогрелась моя любимая сковорода. И выкладываю ряд листьев виноградных. Далее выкладываю по кругу голубцы. Закрываю опять же листом и заливаю водой. Вода должна полностью покрывать наши голубцы. Накрываем крышкой и буду тушить на умеренном огне с момента закипания где-то около часа. После этого необходимо дать настояться голубцам обязательно и можно подавать к столу. Мне такие голубцы нравятся в немного остывшем виде, но в горячем они не менее вкусные. И можно подать таким соусом, например, как сметана с чесноком с добавлением зелени. Вот такие быстрые вкусные голубцы можно приготовить, когда лень возиться с обычной белокочанной капустой. Я надеюсь вам данный рецепт понравился. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok